Потом, как вечер закончился? Довольно-таки неплохо. Посмотри, АСК или АСК? АСК. 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 Понимаешь, есть такое, что человеку дано или человеку не дано. Время игровое. Игровое время, да. Именно про игровое время я и говорил, да. Всем большой привет, дорогие друзья. Это Z-Show. На этом слова Джона заканчиваются. Ну, ребят, спасибо, что хоть дали эти слова. Друзья, всем привет. Это третий выпуск Z-Show и мы начинаем. И сегодня гость нашей программы, человек, который уже два года подает надежды в Казанском Зените, Андрей Сурмачевский с суперкубком прямиком из Новосибирска. Два матча уже прошло, да, все-таки? Решили мы его показать зрителям. Всем привет. Можно вот так, что все видят, что я с тобой общаюсь? Приветствую. Андрюх, ты прям как Церси делаешь. Сейчас, сейчас, секунду. А есть шапка Мономаха? Телефон. О, ничего себе, Верта. Напринимал, так скажем. Ну, все, окей. Расскажи, получили наконец суперкубок. Какие эмоции были? Как всегда, я еще раз скажу, что было нелегко, опять же, дали бой. Сейчас мы двигаемся дальше, но хочу еще раз всех поздравить, всю команду. Наш оператор снимал видео из автобуса, где вы очень сильно пели. Потом, как вечер закончился? Довольно-таки неплохо. Андрей, насколько тяжело было выходить после этой игры на Югру? Болела ли голова? Ну, там, бедныш пропускал. Будько на пару розыгрышей вышел. Да, и Волков. Да нет, нет, все хорошо. Все, 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 все. Ну, просто тренер дал поиграть другим. Да. Стой, давай вернемся к суперкубке. Я наблюдал за тобой на разминке, это было очень интересно. Но вот, когда ты готовился выйти на подачу, ты прям так заколдовывал мяч, у тебя какой-то ритуал есть. Видишь, как получается, что, наверное, у каждого там по-своему, как-то это все происходит. У меня так, я распрыгиваю всегда, делаю подброс с разбегом. Так проще выходить, так увереннее выходить. Сколько эйсов ты планировал сделать? Я не думаю об этом. А Барташ думал вот об этом? Барташ думал об этом. Я не думаю об этом, я иду и пытаюсь сделать что-то. Ты вообще удивлен, что было 8 эйсов от Барташ? Да, да. Просто какой-то феноменал. Я скажу больше, я приятно удивлен. Это реально было классно. Он очень помог, это первая партия прошла так легко, благодаря этим подачам. Потому что мы заработали отрыв и на этом... Он показывает на тренировку что-то подобное? Или это была какая-то единичная акция? Ну вот, грубо говоря, полетела у человека. Ну, я бы не сказал, что прям вот это была единичная акция. Довольно-таки часто он показывает. Ну не столько, конечно, не 8, но 2-3 эйса у него бывает. Это свободно. Дал-дал и ушел. Дал-дал, ушел. Спонсор. А тебя же все ждали, что ты дал-дал, ушел. А тут Барташ дал-дал, ушел. А ты все не уходишь и не уходишь и не даешь. Фраза «дал-дал-ушел» это выступление Андрея... «Дал-дал-ушел» это мое, да, типа. В Казанском середине. Вышел, вышел, дал-дал. Вышел, дал-ушел. Привет. А что это у тебя такое в руках? Привет. Это промокод. Промокод дает промокод на матч «Зенит-Казань» Кемерово со скидкой 30%. О, круто. А можно мне тоже промокод? Конечно. Класс. Теперь у меня есть промокод на матч «Зенит-Кузбасс» со скидкой 30%. Такой вопрос есть. АСК уходит на карантин, уже ушел. Что вообще думаешь по этому поводу и по поводу их технических поражений? Вот до тех пор, пока ты мне не сказал об этом, я и не знал об этом. Кто такие АСК? Я знаю, кто такие АСК, но то, что они уходят на карантин, я слышу сейчас первый раз. Посмотри, АСК или АСК? АСК. АСК. Меня интересуют три основных фактора, благодаря которому Андрей Сурмачевский будет выходить в стартовом составе. Ну, травма бедная же. Подача. Ну, подача, ага. Прием. Блок. Всего лишь? И все? Почему же нет? А, там дальше идет. Хорошее настроение главного тренера. Выигранный спор. Сошли звезды. Сошли звезды. АСК напротив. АСК напротив. Мы уйдем 15 очков. Мы уйдем 15 очков. Играем до 15. Слушай, а вот ты говорил то, что в приеме тебе нужно еще добавить. В прошлом году Михайлов отправился в доигровку, и он здорово подтянул именно этот элемент. Понимаешь, есть такое, что человеку дано или человеку не дано? Время игровое. Именно про игровое время я и говорил, да. Это было хорошо. Хорошо. Даны слова или не даны слова? Здравствуйте. Я, ну, аналогичная ситуация, нахожусь вот в этой команде. В Липол. Ты Андрей Стармачевский взят шоу, получается. Да. В детстве было такое, ну, было такое, что в детстве ты дружишь, например, с кем-то, и периодически ходишь в гости к нему. И вот если ты приходишь домой к Ларану, там, типа, вы извините, Владимир Романович, мы там просто приставку поиграем, мы там не помешаем. Было такое, такое происходит? Слушай, по-моему, да, было такое, мне где-то было, наверное, лет 16. Я только приехал в Казань и что-то так с Лараном разговорились, он пригласил к себе домой, мы также пришли. По-моему, мы играли в PlayStation как раз. И пришел Владимир Романович домой, и он поздоровал. Это такой, опа! Это, это, молодой, перспективный. Без приема. Как так получается выходить на подачи и стабильно зарабатывать на этом очке, и стабильно не выходить стартую составку? Вот я бы сказал, я себя знал, понимаешь? Это противоречит же друг другу. Конечно. Я не знаю, как это делать. Представь, это какая радость для тренера, что он может выпустить человека, зная, что тот приносит этот результат. Точно принесет очки. Я бы знаю, в баскетболе есть лучший шестой игрок по итогам сезона. Ты лучший Сурмачевский по итогам сезона. Среди всех абсолютно. Среди всех Сурмачевских? Однозначно. У тебя сейчас появился серьезный конкурент в лице молодого Миши Лобинского. Так. Есть чувство ревности такой небольшой? Да нет, нет. Я на самом деле очень рад, что сейчас очень много молодых игроков на самом деле показывает. Очень хороший результат. Это очень хорошо для нашего будущего волейбола. Интересно. Чтобы закрыть, чтобы закрыть тему вопросов, сейчас мы с Сурмачевским проведем небольшой блиц. Динамо Москва или Динамо ЛО? Динамо Москва. Эрвин Гапет или Вильфредо Леон? Эрвин Гапет. Лигу чемпионов возьмем или Вольвич Артем? Лигу чемпионов возьмем. Или Вольвич Артем? Или. Олег на или Олег на? Олег на. Блин, я так и думал, что он про Лорана скажет. Сергей Шляпников или Томас Сами Львова? Томас Сами Львова. Моргенштерн или ты нормальный? Я нормальный. Силовая или как пойдет? Силовая. Вопрос от Эрвина Гапетта. Андрюха или Андрюшка? Андрюшка. Адрюшка. Друзья, 17 октября в 17.00 Казанский «Зенит» сыграет, пожалуй, один из самых принципиальных матчей. В Казань приезжает Иван Зайцев, Алексей Вербов. И это будет просто огненная битва против Кузбасса из Кемерово. Да, Андрей, что, какие ожидания от матча поделись? Победа, только победа. Ну все, спасибо, собственно. Ну можно и расходиться, да. Вы как-то готовились к Зайцеву? Пока нет. А будете? Я думаю, да. Они купили Волку. Волк и Заяц встретятся. Это нормальная шутка. Давай, я скажу. Вы как-то готовились к Зайцеву? Нет, а ты скажешь, они купили Волку. Не, ну если серьезно, вы разбирали Кузбасс? Нет, пока нет. Ну, сейчас у нас будет собрание там, я думаю, ближайшие дни. Кузбасс, сильная команда. Я знаю, да. И тренер неплохой. Они, кстати, из Кемерово. Они на первом месте, да. Они в последнем матче просто грохнули Лока. 3-0. Из шансов просто. Там Красманович творил просто что хотел. Игорь Кобзарь дал 94% в атаке, да. Игорь Кобзарь, да. Игорь. В атаке дал 94%. Там Красманович 6 блоков, практически все забил в атаке. Ты подскажи Артему, что надо будет там этот посерьезнее все-таки. Слушай, а насколько вообще принципиально играть против Кузбасса, Зениту? Ну, то есть это главный тренер, это Вербов, который человек, который для Зенита родной уже. Я думаю, принципиальности никакой нету. Просто они на первом месте идут сейчас, мы на втором. Нам нужно чисто по турниру таблицы их выигрывать, чтобы стать на первое место. Впереди игра с Кузбассом, потом идет Питер. Ну, непростой календарь. Непростой, да. Что вообще думаешь по поводу этого календаря? Да, как и всегда. Непростой календарь. Да, да, да. Как и всегда, нужно сейчас больше сконцентрироваться на работе. Как можно лучше подготовиться к соперникам. И показать свою лучшую игру. Порвем? Опять же, будет очень тяжело. Я уверен, что матч выдастся прям вообще диким. В чем наше преимущество будет? Подача. А? Подача? Подача. Зайцев как сдержать? Если мы его хорошо разберем, мы будем знать, куда он бьет. А как вообще происходит разбор соперника? Я уверен, нашим судителям это интересно. То есть, есть важный нападающий. Условно, возьмем на примере Ивана Зайцева, да? Вот. К вам приходит тренер-аналитика и говорит, ребят, с такого-то приема он бьет там по диагонали, с такого-то приема он играет по рукам. Вот так это происходит? Ну, примерно так мы смотрим видеонарезку. Там около, ну, условно, около 20-25 атак. Вот. И там есть разные моменты, когда прием, например, минус или знак, или плюс-плюс. И как связка пасует ему. Может быть, передача какая-то уже. С какого-то там, например, там с высокого мяча передача летит уже. И как раз-таки в этих моментах мы разбираем. То есть, у нас есть листовки, уже заранее подготовленные. Там нарисованы у нас знаки есть. То есть, направление атаки. Направление атаки, да. И еще могу спросить персонально у любого из игроков, например, что ты думаешь, там, Артем Вольвич по поводу этого. И Артем должен будет рассказать ему там свои мысли. И отходя, отталкиваясь от этого всего, мы принимаем решение. Да, принимаем решение, да, и на игре, в принципе. Пока все удачно. А потом придерживаются этой тактики. Ну, я скажу так, эта работа просто бешеная, тяжелая вообще. Я не представляю. Это они готовят очень долго все. А ты это все запоминаешь вообще? Ну, как бы, вам же это дают не просто так. Это понятно, да. Но запомнить все, я думаю, что это, в принципе, невозможно. То есть, основные мысли, которые там есть, естественно, мы пытаемся. Пытаемся еще плюс, создают же опять листовки. Мы приходим, допустим, перед играми. Еще раз освежил просто память, пробежался глазами, вспомнил самые такие, самые важные моменты. И уже с этими моментами идешь. А все, что остальное, все, что ты забыл, тебе могут напомнить всегда, игроки или тренерский спор. А разбирайте вы не каждого игрока же, только основных каждого игрока разбираем. Каждый игрок, практически, условно, игрок, который очень редко выходит стартом в составе, но, который хорошую подачу сделать, его тоже. Да, да, да. Чисто технически, ну, как бы на будущее. Чисто, точнее. Чисто гипотетически. Чисто гипотетически. Такие получаются. То есть, недято такое, что это означает Беднерш. Там Беднерш, капец, там, атака такая, атака со знака, там, бьет по линию Сурмачевски, норм подача. Друзья, 17 октября, 17.00, огненный матч. Зенит, Казань, Кузбасс, Кемерово. Обязательно приходите. Мы будем рады вам. Приходите, нам очень важна ваша поддержка. Давай, ты начинаешь. Давай. Песня о переходе Барташа Беднерша. Ну-ка. Мы не знали друг друга до этого лета, но Леон из Перуджи не стал уходить. Неплохо, неплохо. В Урале есть проблемы, зарплаты урезают, играют за 200. О-о-о. Пока-пока-пока, шлевая громко в самолете, НГПет шептал врачам, мерси, Баку. А где-то девушка есть, до боли, до крика любит та волейбол. Ну такая девчонка, на ютубе она смотрит хайлайты, Зимчонка. Олег, но на взводе игроки все молчат. Будьков фотку скинул совсем не в тот чат, 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 чат. А бывает такое, да? Да-да-да, конечно. Актуалочка, да? Конечно. Песня про диагонального. Давай. Говорят, одежду шьет, занимается стряпней какой-то. Вдруг решил в Оренбург зайти. С чего это? В 12, считай ночью. Объявился вдруг. Не заикайся о зарплате. Это Оренбург. Можно еще раз? Песня про клуб, у которого он инстаграме в три раза меньше подписчиков, чем у Артема Гульвича. Хоп, хей, ла-ла-лей, красноярский енисей. Фантазия. А я повторяю вновь и вновь, укротама набрось, укротама набрось, укротама набрось. Это хорошо, это было хорошо, да. С этим я соглашусь. Да, пожалуй, да. Песня, которая будет актуальна через одну неделю. Как дела, как дела, ОСК антитела. Актуалочка, актуалочка. Ты в Японии играл, час, миг, век, год. В Белогорье выступал, час, миг, век, год. Тухнет и известность, и что же делать? Тик-ток, у-у-у. А у нас, друзья, конкурс, где мы разыграем вот эту потрясающую футболку от Андрея Сурмачевского. Что же надо сделать? Отгадать счет первой партии в матче «Зенит-Казань» Кемеро-Кузбасс. Кто из вас первый отгадает, тот и заберет эту футболку. Оставляем свои варианты в комментариях. Кто из вас первый отгадает, тот и заберет осков количестве финансы. У нас первый отгадает счет первой партии. Актуалочка, актуалщик. Продолжение следует...